Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхоземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский. В эфире телеканала News One он отметил, что Верховная Рада была экстренно созвана на внеочередную сессию ради голосования по этому закону, а сам Зеленский неоднократно призывал депутатов поскорее принять документ. Почему-то зачем-то президенту потребовалось очень срочно проголосовать за этот закон. Он говорит, что надо уйти от угрозы дефолта и так далее. Я считаю, такое поведение президента свидетельствует о том, что он находится в состоянии паники. Его там ужасно напугали, что если ты немедленно не проголосуешь, то вообще скоро будет конец всему, отметил Погребинский. По его мнению, вскоре образ Зеленского как неопытного, но приличного человека будет разрушен, и все меньше украинцев станут поддерживать президента. Причину этого он видит также в слухах о возможном договоре с экс-президентом Петром Порошенко. В студии телеканала предположили, что партия Европейская Солидарность в полном составе проголосовала за открытие рынка земель вслед за слугой народа, так как Порошенко за это обещали закрыть уголовные дела о растрате. В оппозиционной платформе рассказали, как власть преследует оппозицию ради защиты Порошенко. Депутат Верховной Рады от оппозиционной платформы. За жизнь Илья Кива посетил в субботу в офис генерального прокурора, чтобы из первых рук получить информацию о том, когда сообщает о подозрении предыдущему президенту Петру Порошенко и правому радикалу Сергею Стерненко. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба партии. Для того, чтобы не давать ответ на этот принципиальный вопрос, сообщили в полицеле. В офисе попытались организовать незаконное вручение подозрения Киве, основанием для которого является провокация ряженого ветерана Ато Маймана, спровоцировавшего драку с Кивой. Партии подчеркнули, что вручение подозрения Илье Киве противозаконно и бессмысленно, поскольку сам народный депутат уже получил повестку на 6 апреля. А сегодняшнее, в субботу, ее вручение, проходившее без присутствия адвоката, стало для офиса генерального прокурора формальным поводом для того, чтобы уйти от ответа на вопрос, когда будут подписаны подозрения Порошенко и Стерненко, сказано в заявлении. ВОПС считают, что произошедшее является очередным доказательством того, что украинская власть для совместного голосования за земельную реформу заключила союз с партией Порошенко и будет и будет защищать его от уголовного преследования всеми средствами. В том числе, полагают оппозиционеры, власть будет оказывать прямое давление на представителей несогласных с нею политических сил, которые продолжают добиваться привлечения преступников к ответу.